Вышли на финишную прямую. Строительство школы номер 11 по улице Зорга выполнено на 82%. Финансирование обеспечено. Работают 8 бригад. Учебное заведение распахнет свои двери для юных саровчан уже 1 сентября. Об этом народным избранникам сообщил Леонид Бородулин. А вот от строительства школы на 600 мест в 15-м микрорайоне пришлось отказаться, поскольку разместить её там не позволяет площадь земельного участка. Новую школу планируют построить в микрорайоне 22. В микрорайоне прописано, зарегистрировано около полутора тысяч детей, которых надо необходимо обеспечивать. Местами у нас даже с учётом ввода здания новой школы и капитального ремонта существующего, мы сумеем покрыть порядка тысячи мест в этом микрорайоне. В 15-м микрорайоне вместо школы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Сейчас проект на стадии обсуждения. У 12-й школы появится отдельное здание для начальных классов. Сейчас школа практически заполнена, и если в ближайшее время не появится новое здание, то ребятам придётся учиться в две смены, что противоречит государственной политике в сфере образования, пояснил собравшимся Евгений Слинчук. Ещё одна важная задача для сферы образования – реконструкция школы-интерната номер один. Это здание на сегодняшний день практически не отвечает требованиям документов пожарной безопасности и по доступу маломобильных групп населения, и по Роспотребнадзору, поэтому здесь надо рассматривать вопрос о его масштабной реконструкции. Заместитель директора Департамента образования также рассказал депутатам и о планах на ремонт школ. Прошли экспертизу проектной работы на капремонт Центра образования и школы номер одиннадцать. В планах проводить работы в 2022-2023 годах. На каждое из этих учреждений запланировано по 170 миллионов рублей. В программу капремонта планируют включить и 14-ю школу. В 21-м и 22-м микрорайонах построят здания для детских садов. Насколько у Департамента образования есть информация, УКСом размещены были заказы на проектирование этих детских садов. Один проект уже, я так понимаю, выдан и прошел экспертизу, готов к реализации. Второй находится в стадии исполнения. Помимо планов на будущее, на заседании обсудили и реализованные проекты. Одним из главных событий стало завершение капремонта школы номер десять. Средства на этот масштабный проект были выделены из областного бюджета. 99% от всей суммы, 1% из местного бюджета.